Санкции, ограничения, невозможность расчёта в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов, санкции во всём, везде. Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, это применяется против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Обеспеченность кадрами в России в третьем квартале 2024 года ещё раз обновила минимум за всю историю наблюдений. Об этом сообщается из данных Центробанка Российской Федерации. Самый острый дефицит кадров продолжают испытывать российские обрабатывающие предприятия, производящие продукцию инвестиционного и потребительского назначения. Планы российских компаний по найму на четвёртый квартал также стали более сдержанными, но они всё равно собираются увеличивать численность работников. Количество предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжило увеличиваться, и пока непонятно, что может переломить этот тренд, особенно учитывая решение увеличить численность военнослужащих. В то же время загрузка мощностей предприятий в России в третьем квартале символически снизилась до 80%, что близко к рекордному значению. Российские заведения общественного питания столкнулись с катастрофическим дефицитом кадров на фоне демографического кризиса, оттока мигрантов и проведения специальной военной операции. России остро не хватает кадров для работы на оборонных предприятиях. Такие заводы ищут десятки тысяч новых сотрудников. Ну, я им надержу жопу. Мы 24-й год завершаем на достаточно сложных условиях. У нас дефицит государственного бюджета имеется. Этот дефицит, скорее всего, не сумеем закрыть, это надо откровенно признаться. Те некоторые расходы, которые планировались, особенно по инвестиционной программе, по законтрактованным объектам и так далее, мы, скорее всего, на 25-й год будем переносить. В соответствии с этим, уважаемые коллеги, от руководства республики я вас очень просил бы, чтобы при обсуждении параметров государственного бюджета и особенно в рамках второго чтения, мы максимально воздерживались от включения новых объектов в инвестиционную программу для того, чтобы мы строили новые объекты. Спикер якутского парламента Алексей Еремеев попросил не планировать новое строительство в республике, потому что нет денег. Он объяснил депутатам, что дефицит бюджета не позволяет строить новые планы. Почему у сверхдержавы, где все идет по плану, дефицит бюджета, из-за войны не будет новых строительств в Якутии? А знаете, что будут строить без перерыва? Новые и огромные кладбища и крематорий, потому что в России заканчиваются кладбища, а семьи пушечного мяса хотят их похоронить. Ну и что, что большинство гробов привозят пустыми или с трупами других солдат, а в некоторых случаях даже с трупами животных? Ритуал есть ритуал. Наши ребята там разят гадину фашистскую. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Международная группа по борьбе с отмыванием денег ФАТФ может включить Россию в черный список. Как сообщает издание «Политика», этот вопрос будет обсуждаться на заседании 22 октября. Инициатива исходит от Украины. Впервые Киев попросил внести Россию в черный список еще в апреле 22 года. В докладе указывается на экономические и военные связи России с Ираном и Северной Кореей, странами, которые уже находятся в черном списке. Помимо этого, Москву обвиняют в финансировании частных военных формирований, включая ЧВК «Вагнер», а также в использовании криптовалют и мессенджера «Телеграм» для отмывания денег и финансирования терроризма. В феврале прошлого года ФАТФ приостановило членство России в организации, а в феврале этого года страну понизили в рейтинге контроля за криптовалютными операциями. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Попадание в черный список грозит Россия лишением доступа к мировой финансовой системе. Как уточняет издание агентства, мировым банкам придется существенно усилить проверки всех связанных с Россией транзакций. Это может привести к отказу банков от их проведения. Годом ранее глава Росфинмониторинга в ранге министра публично предупреждал, что подобное решение ФАТФ может привести к блокировке всех российских финансовых операций за рубежом. Выяснилось, что для нас это проблема. Правительство России утвердило снижение вдвое квоты на временное проживание мигрантов на следующий год. Она составит всего 5,5 тысяч. Квоты распределяют по регионам страны в соответствии с их заявками. Больше всего их оказалось в Москве и Московской области. Квоту продолжают сокращаться последние пять лет и по данным МВД России регионы используют лишь малую часть выделяемых разрешений. Отмечу, что помимо механизмов квот существуют другие легальные способы для иностранцев, особенно из стран бывшего Советского Союза, жить и работать в России. Также напомню, что после теракта в Крокус-Сити-Холе в марте, которые по официальной версии устроили граждане Таджикистана, в России усилились ксенофобские настроения в отношении мигрантов. С начала года из России депортировали более 65 тысяч иностранных граждан и закрыли въезд для 120 тысяч мигрантов. В странах, откуда в Россию приезжает большое число турновых мигрантов, звучит критика антимигрантских мер, в том числе снижение количества квот. Так депутат парламента Гыргызстана Медербек Алиев публично напомнил коллегам из Российской Госдумы, что действия Москвы противоречат принципам Евразийского экономического союза. Подносодная идеология. Русский мир. 23 и 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. Одним из пунктов повестки является обсуждение заявок ряда стран на вступление в это объединение. Казахстана среди них нет. Хотя президент Такаев будет гостем мероприятия, но власти страны решили повременить и не становиться членом БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь главы Казахстана в интервью изданию Tengri News. «Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули». В адрес президента поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС. Вместе с тем, в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем, Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения. Президент Такаев неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка. Смешно. В России практически перестали напрямую выбирать мэров региональных столиц. Теперь и вовсе хотят это запретить. С такой инициативой выступили якутские депутаты. Прямые выборы будут окончательно заменены голосованием муниципальных депутатов за кандидатуры, предложенные губернатором субъекта федерации. Мэр Якутска поддержал идею, но есть и противники, причем среди системной оппозиции, в частности, местные представители КПРФ. Они подчеркивают, что прямые выборы обеспечивают подотчетность мэров перед жителями. Ожидается, что окончательное решение по реформе местного самоуправления примут этой осенью. К настоящему времени только четыре столицы российских регионов сохранили прямые выборы мэров. Да хрен, хрен его знает о чем-то, если они понимают. Субтитры создавал DimaTorzok